Всем привет, привет, дорогие друзья, с вами на связи снова Влад И перед просмотром видео с вас лайк, комментарий и подписка на мой замечательный канал Колокольчик, как всегда, по вашему желанию, а мы с вами начинаем очередной урок Точнее, продолжаем серию уроков и продолжаем создавать наше приложение на Vue.js и Laravel В данном уроке мы с вами научимся удалять доски И сделаем возможность, не возможность, а в принципе сделаем валидацию на фронт-энде с помощью пакета VueLedate Давайте, в принципе, с этого и начнем Значит, VueLedate, вот сайт, VueLedate.js.org Значит, полностью бесплатный пакет С помощью данной команды вы можете установить данный пакет, я его уже установил, да И подключить, импортировать в app.js import VueLedate from VueLedate И использовать use, чтобы была возможность использовать этот пакет, этот компонент в наших других, наших с вами различных компонентах И давайте начинать Значит, начнем мы, в принципе, с фронт-эн-части Значит, в Bootstrap, в Components Forms Я нашел, соответственно, ошибки, которые у нас вот таким вот образом будут выводиться, да Поскольку у нас валидация на бакенде есть Если мы посмотрим, это обязательное поле и максимум 255 символов Давайте сделаем это и на фронт-энде То есть, давайте сначала пропишем какие-то правила Точнее, ошибки Значит, обязательное поле напишем, допустим И, то есть, эта ошибка у нас будет выводиться, когда поле пустое И, например, max количество символов И какое-то количество, которое мы с вами будем выводить Вот Давайте будет добавляться класс Вот такой вот, чтобы у нас поле тоже становилось красным Так, где этот класс? Сейчас посмотрим Input is Invalid Вот здесь вот Давайте посмотрим, как это уже выглядит Вот, отлично То, что нам не нужно Вот такое вот красненькое поле И давайте будем с этим полем, в принципе В принципе, будем, да, работать Так Значит, здесь я уже прописывал какие-то Какие-то штуки Вот это вот я тренировался Объясню, что это значит Так Давайте пропишем правила валидации Validations Так Нет, тот язык, как всегда Validations Это у нас будет объект И мы будем делать валидацию name Тоже объект Значит, мы должны импортировать правила валидации Которые мы будем использовать Нам нужно максимальное Непосредственно Так, где у нас? Где у нас? Где у нас? Где у нас? FromValidate Нас интересует Наверное, вот Вот такой вот вариант записи Удобнее всего Импорт Нас интересует Required И Max Length Соответственно У нас будет Name Обязательное Для заполнения И максимальная Max Length Длина У нас будет Тоже Max Length В скобках 255 символов Хорошо И теперь Давайте, когда человек Делает blur Да Из нашего Поля Да Input Мы будем Делать Touch То есть Будем This We Touch То есть Мы будем По сути Touch Это Касание Да То есть Мы будем Задействовать Наши Валидатор Вызывать И проверять Проходит ли у нас Поле name Ну Данное Валидирование Вот И Если У нас Валидацию Поле name Не проходит Да Не важно Просто что-то Не прошло Валидацию Вот Такая Вот Запись Да То Мы Просто Возвращаем Ложь И У нас Дальше Запрос Не идет Запрос На сервер Попросту Не будет Отсылаться Чтобы лишний Раз Нам с вами Не дергать Сервер Вот И Дальше Дальше Мы будем Будем Добавлять Класс Is Invalid Если У нас Это Поле Соответственно Не то Открыл Если У нас Это Поле Содержит Ошибки Вот Мы Можем Поступить Вот Таким Вот Образом Прямо Скопировать Вот Данный Это HTML Давайте HTML Вот Данную Запись Так И Здесь Здесь Мы будем Прописывать Если У нас Добавлять Класс Is Invalid В том Случае Если У нас Есть Какая-то Ошибка В name То есть Не важно Какая ошибка Значит Данное поле Должно Ставать Красным А Вот Эти Вот Поля Мы Будем Показывать Если У нас Будет Какая-то Конкретная Ошибка То есть В нашем Случае Вот Мы можем Прямо Из Документации Скопировать If В нашем Случае Если У нас Name Не заполнено Должно Показываться Эта ошибка Обязательно Поле Для заполнения И Если У нас Name Превышает Максимальное Количество Символов Значит Мы Можем Показывать Максимальное Количество Символов Символов И Кстати Вот Не забыть Вот Такую Конструкцию То есть Чтобы Автоматом То число Которое Мы Здесь Прописали Максимальное Количество Символов Должно Выводиться Вот Здесь Максимальное Количество Символов Так Двоеточие У нас Будет Соответственно Name Max Length Length Max Вот Таким Вот Образом Давайте Давайте Пока что Поставим 5 Символов Чтобы Посмотреть Как Это Все У нас Работает И Посмотрим Хорошо Обновляем Если Мы Убираем То Как Видите Обязательное Поле Для Заполнения Если Мы Пишем Больше Чем 5 Символов Максимальное Количество Символов 5 Вот В принципе Наша Валидация Работает И мы С вами Добились То Чего В принципе И Хотели Теперь Давайте Поговорим Об Удалении Ну Давайте Еще Раз Вот Так Вот Сделаем Все Хорошо Все Переименовывается First Desk Если Мы Уберем Доски Все Работает Отлично Нас Все Устраивает Теперь Мы С вами Поговорим Об Удалении И Нас Интересует Давайте Добавим Здесь Кнопочку Удалить Так Нас Интересует Кнопки Нас Интересует Кнопка Danger Да Красного Цвета Так И Ставим Ее Вот Здесь Вот Да И Напишем Удалить И Сделаем Ей Наверное Маргин Топ Какой-то 3 Допустим Вот Ну Она У нас В принципе Получилась Большая Я думаю Нам Нам Этого Более Чем Достаточно И Мы Можем Сделать Ее Ссылки Нет Думаю Вот Таким Вот Образом Думаю Будет Даже Хорошо Так Хорошо У нас Есть Кнопочка Удалить Теперь Когда Мы Будем Нажимать На Эту Кнопку У нас Будет Ити Запрос Get Запрос К Нашему API На Удаление Вот Но Здесь Вот Здесь Вот Я Уже Кстати Для Дески Я Создал Для Модельки Дески Я Создал Связь С Списками List Has Many Чтобы Когда Мы Удаляли Нашу Доску Чтобы В списке Пока Что У нас Есть Там Только В списке Да Если Я Не Ошибаюсь Ничего Не Плутаю Так Немножко Другая Laravel API Desk У нас Есть Desk Лист Есть И Карточки Да Есть И Таски В принципе У нас Все Есть То У нас Все По сути Должно Удаляться Значит Каким Образом Мы Реализуем Удаление Значит Во-первых Я Уже Это Сделал Точнее Добавил Связь Public Functional List И Давайте Добавим Другие Связи В принципе В лист Это Будет Хотя Мне Кажется Если Мы Прописывали On Delete Cascade Cascade То У нас То У нас В принципе Constraint А мы С вами Не Прописывали Да On Delete Cascade То Они В принципе Должны Были Быть Мы Можем Еще Раз Это Все Сделать В принципе Да Мы Можем Прописать On Delete Cascade И Соответственно Вот Это Все Дело По сути Нам Этой Связи Даже На данном Этапе Пока Что Она Нам Не Нужна Да Вот Это Все Дело Продублировать В Create Tasks Вот Так Так Дальше Create Cards Здесь Есть Здесь Есть Desk List Здесь Продублировать Create Desks Tables Так Здесь Ничего Не Нужно Desk Он И В Африке Desk Вот Хорошо И Теперь И Теперь Мы Можем Сделать Просто PHP Artisan Migrate Refresh Вот Хорошо По сути У нас Должна Быть Пустая База Данных Все Хорошо И Теперь Давайте Сделаем PHP Artisan Database Seed Хорошо Хорошо Отлично Я бы Сказал Вот Отлично Так У нас Вот Появились Наши Какие-то Доски Непонятные И Теперь Мы Очень Просто Сможем Реализовать Удаление В принципе Теперь Нам Даже Здесь Ничего Менять Не Нужно Вот И Давайте Мы Просто Будем Делать Метод Создадим Desks Methods Так Вот И Один Наши Замечательные Доски Доски Которую Мы Должны Впоследствии Удалить Вот Но Обычно Перед Перед каким-то действием Перед тем, как что-то делать Мы должны Мы должны спросить человека Хотите ли вы удалить Мы можем это тоже сделать ID Prompt Нет, даже confirm Confirm нас интересует Вы Действительно Хотите удалить Доску Так, хорошо Если Вы действительно Вот, и если человек подтверждает Давайте, кстати, попробуем Работает ли у нас все, что нужно Что-то пошло не так Так, немножко неправильно Написал, if Если у нас что-то Если у нас действие подтверждается Вот, хорошо Удалить Вот вы действительно хотите Отлили доску То есть здесь может быть написано что-то Там, я думаю, не нужно проверять У нас должно так все хорошо работать И мы будем с вами Отправлять get запрос Get наш запрос Вот И И что? Desk API DeskController Мы будем Отправлять наш запрос Методом post Методом post API Desk Slash Какая-то Доска Какая-то У нас будет какой-то ID Соответственно ID здесь подставляется Да И И нам вот здесь вот нужно передать Дату Соответственно У нас здесь будет передаваться параметр Нижний подсчет Крикновение Method И в качестве значения мы передаем Delete Что-то у нас Метод Delete Вот И Когда у нас все хорошо Будет работать То есть у нас Desk будет конкретно Обновляться Мы вот эту вот штуку Вот эту вот штуку Мы можем в принципе Вынести В наш Какой-то Метод Да Например Get All Desks Вот И Здесь вот таким вот образом Это все сделать И здесь мы будем делать This Хорошо И если у нас все Хорошо происходит Тогда мы должны очищать наши все доски Да This Desks Присвоим Вот такую вот штуку Ой Что я делаю Мы присваиваем пустой массив И вызываем еще раз Get All Desks Чтобы у нас потянулись просто все Доски Которые у нас Ну по сути Остались Да Чтобы все Как бы система Перегрузила По сути Страничку Переподгрузила Вот И давайте посмотрим Просто как это будет Работать Так Здесь мы в этот метод Все правильно прописали Да Давайте работает ли вообще Нажимаем удалить Отмена Ничего не происходит Хорошо Если мы нажимаем удалить и окей То как вы видите У нас все работает замечательно Можем удалить например эту Можем удалить эту И у нас конечно же будут удаляться Наши из досок Таски И списки И карточки И так далее В принципе на этом все У нас все замечательно работает Мне нравится как все происходит Спасибо вам большое за внимание С вас лайк, комментарий, подписка на канал Вас уже две тысячи Спасибо еще раз большое Надеюсь скоро устроим стрим Поговорим Побеседуем Может создадим что-то в эфире С вами на связи Как всегда был Гранюк Владислав Кода вам без багов До встречи в следующих видео